Итак, вообщем поехали. Это рандомный компетишн в мультиклассе. Гонка планируется на 45 минут с обязательным пит-стопом. Мой самый более-менее подходящий автомобиль на все трассы – это Mercedes GT3. Квалифицировался я на шестой позиции со временем, минута 31,9, а лидер тем временем прошел за минуту 20-70. Дан старт и мы погнали. Немного больше запас сделал от впереди идущего Бентли на всякий случай. Вдруг сам ошибусь или сзади поторопят в банках. И вот первый поворот. Все неплохо иду по своей траектории и ощущаю присутствие нервного пилота на БМВ слева от меня. Здесь меня немного занесло, но без проблем отловился и поехал, но это стоило мне позиций. Вот это БМВ спокойно проходит меня. И все уже выстраиваются хвостиком без лишних телодвижений и опасных минут. За мной еще пара пилотов из GT3 с серебряным рейтингом и парочка из GT4. А мы тем временем подходим к травмоопасному участку, особенно на первом пиле. И что мы видим? Да, этот пилот на БМВ совершает ошибку и едет капать червячков в песке. Видно ему после гонки на рыбалку. Ну да бог с ним, а я остаюсь на шестой позиции, как на старте. Теперь мы подходим к связке, которая со всей неистовой любовью раздает драйв-тру всем, кто не видит берегов, а точнее границ трассы, за которые выходят места. Пока я отвлекался на БМВ, тем временем. Пилот на Бентли обошел черный меринг, которому я потихоньку нападал. Стараюсь держаться ближе, но без агрессии. Хочу понять его темп, если он разгонется, то мне это на руку, а если будет сдерживать, то надо вначале присмотреться в каком месте у меня есть шанс его обойти. Да и надо понять имеет ли смысл его обгонять, в начале гонки, если у нас будет плюс-минус один темп, то я лучше за ним держаться буду так, как не оторвусь от него из-за слип-стрима, а он просто будет нервировать меня и, возможно, убьет, не успеха тормозится. Пока едем спокойно и не жужжим. Итак, мы прошли первый круг. Здесь мы ускоряем, так как затягивать видео не хочется. Я просто хвостиком держусь за черным мерином. Пока мы держим приблизительно одинаковый темп. Моя минута 31,8 против его минуты 31,6. А вот и мы с черным мерином и продвигаемся на позицию выше. Пилот на белом Бентли совершает ошибку и вылетает с трассы. Он довольно сильно отстал от тройки лидеров и, видно, решил пойти по кратчайшему пути, чтобы нагнать, но как итог он плетется вдоль стеночки и, вероятно, ругается на себя. Пока с этим черным мы так и держимся плюс-минус одного темпа. Не я, не он. Еще не вышли из минуты 31. Местами я даже немного начал отставать от него. Но в некоторых поворотах снова нагонял. Время вечернее и погода и трек в довольно хороших условиях, трек 23 градуса и оптимальный. Время около 9 вечера и гонка должна закончиться до темноты. Так что самое время проявить себя и взять лучшее время. И тут если успели заметить случилось вот что. Ебушки-воротушки. Ха-ха. Придурок, больно же. Мочевой и следовало ожидать. Но если честно, в зеркало он казался очень далеко и должен был успеть отормозиться. То, что он в меня влетит, я понял в самый неудобный момент. Я уже был в повороте и практически начал заходить налево, и именно в этот момент он меня и поделал. Даже не знаю, как бы правильнее было не заводить машину в поворот, или просто газу чуть дать. Но меня все-таки развернули, однако хорошо, что я остался на трассе, и довольно быстро вернулся в строй, немного защемил Порше, чтобы он не мешался, впереди потом. Но вроде и сам был готов пропустить и едем в погоню за Бентли. На удивление быстро нагнал этот Бентли, то ли он спецом не уезжал, то ли морду об меня ушатал сильно. Но вот и встреча, еще чуть-чуть и мы его как. Обойдем. Да ладно, и так было понятно, что парень не спецом. С тормозами у него явно беда, к тому же аварийку включил. Пропустил. Честно говоря, если бы не Питый, я бы был более чем в негодовании, а так не страшно, до лидеров мне по силам не дотянуться, а вот побороться с черным мерином еще могу. Думаю, на Питах его встречу и на смене шин более-менее смогу приблизиться к нему. Едем, смотрим. Как видите, на Питый мы с ним практически в одно время заехали. Не знаю, как у него, но у меня было 8 секунд на ремонт, и давайте посмотрим на выезд. Парень затупил на включении стартера, и я с ним поравнялся, но, к сожалению, не решился щемить его на выезде и притормозить. Пропустил. Смотрим дальше, как оно было в ускоренном режиме. Спойлер. Я так за ним и буду ехать 12 кругов, пока он не совершит ошибку, и я приближусь к нему в Слипстрим. А тем временем мы уже обходим круговую. Все спокойно, парни адекватные пропускают. Наш темп так и остается в 31 секунде. Хотя я бы мог взять и 30 секунд. Но самое мое лучшее время осталось 31 секунда и 116 соток. Досадно, конечно, но будет стимул погонять на Золдере в другой раз. Это ускорение в 16 раз, так что 12 кругов пролетели за минуту. И вот долгожданный момент. Я, наконец, плотно подошел к Мерину и решил искать место для обгона, но все случилось, как случилось. С одной стороны, может и хорошо, что так, а то может и ушатались бы вдвоем, но с другой стороны даже как-то и неинтересно без борьбы. И как видите в углу слева в таблице пилотов, черный Мерин был на третьей позиции, и мне лишь надо удержаться за свое место и победа в тройке лидеров за мной. Однако там еще есть белый Бентли, который побыстрее нас будет и может отжать место с одной стороны, но это в том случае, если пилот на черном Мерине не будет сопротивляться. А так хочется, чтобы они поборолись и не мешали мне ехать спокойно. Как говорится, только довези до финиша. Стараюсь ехать спокойно. Не гнать. Ило пару небольших ошибок, и он смог приблизиться ко мне довольно близко. Но я брал себя в руки, не паниковал и просто старался нагнать свои недочеты напрямую. Перешел на первую карту двигателя и на трех шнадей. По подсчетам топлива еще хватало даже на дополнительный круг. И вот последний круг. Вот вообще не переживал. Темп у меня был хороший. Машина не брыкалась. Ехать можно. А тем временем, расскажу, что случилось впереди идущим пилотам, а все просто с ним случилось АЦЦ, его тупо выкинули с сета. Можно сказать, что это проблема его энергии. Но как подсказывает практика, то скорее всего проблема в итальянской спорте. И тут еще один сюрприз, пилот который на второй позиции слабоват в математике и тупо не долил топлива. В итоге он тоже сошел. И мне осталось доехать до финиша, и я на второй позиции в компетичном. За исключением трех-четырех кругов, мой темп так и был в минуту 31. Так что стабильность важнее скорости на дальней дистанции. Вот такая неплохая гонка получилась у меня. Всем удачи и берегите краску на своем авто.